Русские новости 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 Но мы предварительно собирались, обсуждали, что в этих докладах должно быть, что необходимо не пропустить. Конечно же, размер выступления недостаточен для того, чтобы анализировать преступные деяния, скажем, партии «Единая Россия». Поэтому были подготовлены и будут выпущены, тоже будут опубликованы в сети, выставленные полные версии докладов, расширенные по сравнению с тем, что докладчики произнесли устно перед аудиторией. Кроме того, помимо партии проанализирована деятельность Общероссийского народного фронта, базы путинистов, который также будет выступать на выборах, поддерживая тех или иных кандидатов, которым неудобно выдвигаться от партии «Единая Россия» или от других ее филиалов КПРФ, ЛДПР или «Справедливая Россия». В общем-то, единство этих партий вполне понятно. Они действуют в рамках того репрессивного режима, который уничтожает Россию и русских. И нет никаких сомнений, даже для не очень внимательного наблюдателя, что все эти партии действуют заодно. Мы проанализировали это предметно. Каким образом? Не просто это ощущение, а фактическое состояние дел. И эти факты были изложены в докладах. Кроме того, проанализированы нарушения избирательного законодательства, которые стали нормой для того, чтобы фальсифицировать итоги выборов. Рассмотрены вопросы, связанные с тем, что вот эти парламентские партии, которые вновь займут свои места в Государственной Думе, делали в последние годы и что они, естественно, будут продолжать делать. Это преступление. Соучастие в этом преступлении избранных депутатов совершенно очевидно. Но избиратели тоже, коль скоро, если они идут на избирательные участки, голосуют за кого угодно. Они могут голосовать. Даже если они голосуют не за эти четыре партии, они все равно соучаствуют в преступлении. Потому что их голоса перераспределяются. Потому что если вы голосуете за партию, которая не прошла в Государственную Думу, то ваши голоса попадают именно в пользу этих партий. Вот и подумайте, зачем вам ходить голосовать за эти партии, за преступников, или за тех, кого вы не считаете преступниками. Ну, эти-то четыре партии преступные, вне всяких сомнений, кто этого не понимает. Видимо, вообще в жизни мало чего понимает. И если вы голосуете не за эти партии, то все равно ваш голос попадает именно в копилку этих партий, перераспределяется. Соответственно, вы можете только испортить бюллетень, и тогда ваш голос никуда не попадет. Ну, это, как говорится, мертвому припарке. Зачем заниматься этим детским садом? Все равно вы никак не влияете на результаты выборов. У вас своих депутатов не будет. Не будет и депутатов по одномандатным округам у вас, у граждан России. Потому что все, кто выходит на выборы, так или иначе согласованы с начальством. Кандидаты отсеиваются, и только те, которые действительно готовы стелиться под эту власть, будут в действительности избраны. Вы можете проголосовать за кого угодно, избраны будут только те, кто согласован с начальством. И, кроме того, был отдельный доклад, на него особое внимание обращаю. Елена Рохлина выступила с докладом о политических репрессиях против национал-патриотов. То есть мы проводим выборы, или они проводят выборы, так правильнее будет сказать, в условиях тотальных репрессий против русских общественно-политических организаций и русских политических активистов. Многие из них сидят в тюрьме по совершенно нелепым, надуманным обвинениям. И вот достаточно подробно об этом рассказала Елена Рохлина. Вот предлагаю обязательно этот доклад заслушать. Какой итог конференции? Итог конференции выражен в том заявлении, которое было подписано всеми организаторами, теми, кто выступал с докладами, и было оглашено, на этой конференции было предложено всем участникам подписаться. Далеко не все готовы публично объявить о своей позиции, но многие поставили свои подписи. И мы разместили это заявление на портале Change.org. Ссылки везде есть, где опубликовано заявление в социальных сетях. Там есть и адрес этой голосовалки, так называемой. Вот текст. Прочту его бегло, чтобы не занимать время. Она начинается так. Москва-Кремль самозванным правителем России, русскому и другим коренным народам. Мы, граждане России, осознавая свои гражданские права и обязанности, следуя даже тем законам, которые считаем бессовестными антинародными, понимая, что любая власть лучше безвластного хаоса, здраво оценивая сложившуюся ситуацию, тщательно изучив положение дел накануне парламентских и региональных выборов, считаем. Первое. Политическая система в РФ тотально фальсифицирована. Вопреки Конституции она превращена в имитацию межпартийной борьбы между группировками, представляющими одну и ту же партию власти, незаконно присвоившую себе властные полномочия. Второе. Подавляющее большинство граждан лишено права выдвижения кандидатами в депутаты. Правящей группировкой организована беззаконная фильтрация кандидатов. Оппозиционные организации и их активисты повсеместно репрессированы. Многие лидеры арестованы и сидят за решеткой по сфальсифицированным уголовным делам. В особенности это касается Русского национального движения и применения Русской 282 статьи Уголовного кодекса РФ. Третье. Как и в прежние годы, развернута целая система фальсификации результатов выборов от примитивных вбросов бюллетеней в урны для голосования и организаций фиктивных избирательных участков до искажения конечных цифр, которые будут объявлены Центральной избирательной комиссией. Таким образом, созданы условия для подмены выборов их театрализованной постановкой, целью этой постановки является сохранение власти лиц, осуществляющих геноцид русского и других коренных народов, обогащаясь за счет циничного разграбления народного достояния и предательства национальных интересов России. В этих условиях мы пользуемся своим правом не участвовать в выборах и не признавать их результатов. Считаем, что только такая позиция в данный момент является достойной гражданина, сохранившего здравый рассудок и совесть. Подписали тоже бегло подписи «Сообщу» из тех, кто являлся организатором, соорганизатором этой конференции. Участвовал в ней Васильев русско-имперское движение, Евстифеев русский народный собор, Иванов Сухаревский народно-национальная партия, Калиниченко русско-имперское движение, Курьянович адвокат, Лорионов партия «Великая Россия», Мяблина институт высокого коммунитаризма, Рохлина русский правозащитный центр, Савельев партия «Великая Россия», Смирнов партия «Великая Россия», Тишин партия «Великая Россия», Филин движение за деприватизацию и национализацию стратегических ресурсов. Мы планируем провести вторую фазу конференции примерно 26 августа в том же самом месте и пригласили всех, кто пришел на первую часть конференции, к тому, чтобы принять участие в обсуждении прозвучавших докладов. Мы надеемся, конечно, не на бесплодный спор, а на синхронизацию нашей позиции. Поэтому приглашаем представителей тех организаций, которые не были на этой конференции, и представителей тех партий, которые якобы имеют что-то за душой и готовы оправдаться перед публикой за те обвинения, которые вынесены в докладах первой части конференции. Правда, я уверен, что никто из них не придет, потому что никто из них прямо в глаза оппоненту смотреть не может, не умеет и не способен даже к такой полемике, которая, в общем-то, должна быть естественной для политического процесса. А посмотрите, выборы объявлены, и никаких дискуссий, ничего нет. Ничего нет, как будто в стране не решается один из главных вопросов о власти. Ну, видимо, потому и нет, что такой вопрос не решается. Вопрос о власти решен раз и навсегда в 1991 году, как они думают раз и навсегда, путем захвата власти, вот той группировкой, которая продолжает у власти и оставаться. Альянс спецслужб и представленных рядом к ним либералов и разной прочей сволочи, которая захватила собственность и власть в России. Так вот, 26 августа мы собираемся продолжить дискуссию, а агитация, оказывается, у нас возможна только с 20 числа. Сравните с выборами президентов Соединенных Штатов Америки. Там выборы еще когда, а избирательная кампания у них начинается и транслируется везде, даже по нашему телевидению, уже несколько месяцев. То есть примерно около года идет активнейшая, бурная, общественно-политическая жизнь, идут дискуссии, идет обвинение оппонентов, дискредитация этих оппонентов, если есть чем дискредитировать. Ну, у них такие же фигляры, как и у нас находятся у власти, такие же мартышки. Ну, можно призвать главой государства какую-то глупую даму, которая даже на взгляд видно, насколько она глупа. Можно представителя расового меньшинства назначить на пост президента Соединенных Штатов Америки? Можно, пожалуйста. Вот спокойно себе правит, звезд с неба не хватает, искусства, полемики у него нет, знаний нет, ничего нет. Ну, может править? Может. Может вот этот экстравагантный миллиардер Дональд Трамп править? Ну, да вполне может. То есть там тоже определенная фикция есть, но там есть хотя бы политический процесс, там есть участие граждан в обсуждении, спрашивают их мнения, собирают большие аудитории, журналисты задают вопросы, и каждый кандидат должен беспрерывно участвовать в этой избирательной кампании, которая проходит много месяцев. И у граждан создаётся хотя бы какое-то ощущение соучастия в формировании органов власти. У нас же никакого соучастия, никакого ровным счётом, всё исключено. И всё только в одну сторону. То есть агитация будет проходить в виде промывания мозгов. Насколько промоют мозги, настолько и объявят результаты. Потому что результаты заранее запланированы. И вот общие затраты на видеорекламу, на организацию всяких мероприятий будут, естественно, будут, конечно, отражать доминанту Единой России. Соответственно, пропорционально затратам получат свои места прежние политические партии. Может быть, там трёх- или сколько там, двухпроцентный барьер перейдут в пара-тройка партий, которые смогут создать по ныне действующему законодательству такую совершенно глупую штуку, как микрофракции в виде одного, двух, трёх человек. Ну, то есть будет позволено кому-то, я думаю, скорее всего, либерастам будут предложены вот такие возможности. Они получат хоть какое-то представительство в Государственной Думе. Основное их представительство – это ныне действующий режим. Ну, ещё чтобы там вот те, кто оказались случайно за бортом, должны получить определённую компенсацию. Поэтому им что-то там предоставят. Либералам разного профиля. Они так между собой не очень дружат. Поэтому пару-тройку партий они пропустят через вот этот второй барьер. Полная нелепость. И она придумана именно для этого. Вот для этого барьер сработал, чтобы партию «Яблоко» пропустить без подписей. И она могла баллотироваться на нынешних выборов без вот этих трудозатрат и колоссальных затрат денег для того, чтобы там собрать, не знаю сколько, 200 тысяч подписей, да ещё распределённых по всем регионам России более или менее равномерно. Вот такие возможности предоставлены. Национал-патриотам не предоставлено ничего. Это был исходный момент, исходная позиция действующей партии власти. Не допускать национал-патриотов. Поэтому что нам делать на этих выборах? Они тотально фальсифицированы. С точки зрения русского интереса, это фальсификация тотальная. То есть не будет никакого русского интереса. Даже с точки зрения вот такой дискуссии. Ты не выиграешь, так хотя бы разомнёшься. Хотя бы чего-то там выскажешь. Хотя бы, может быть, тебе несколько минут дадут на центральном телевидении. Этого ничего нет. Ничего не будет. Никаких национал-патриотов не предусмотрено на этих выборах. К сожалению, у нас глупость настолько проела мозги людям, что им кажется достаточным, чтобы, скажем, национал-патриоты преодолели вот этот барьер со сбором подписей. Но они не понимают, что репрессия происходит при малейшей попытке собрать где-то деньги или сформировать какую-то региональную инфраструктуру для сбора подписей. Это всё невозможно. И люди продолжают не понимать. Они говорят, что вы, используя инструмент врага, всё-таки попробуете выйти на выборы. Но мы не можем этого сделать. Мы не можем этого сделать физически. При попытке собирать деньги у нас оказывается, что спонсоры просто разоряются как-то очень быстро. А некоторые оказываются за решёткой или под домашним арестом на длительное время. При том, что суммы, которые они пытались нам перечислять, это просто грошовые суммы. На них никакую избирательную кампанию не проведёшь. И сбор подписей не проведёшь. Чтобы был сбор подписей, нужна постоянно действующая инфраструктура в регионах. Нужно, чтобы были штабы. Нужно, чтобы в эти штабы не вламывались полицейские силы и спецслужбы. Чтобы там не было провокаторов. Чтобы работа была постоянной. И когда начинается сбор подписей, люди знали, куда приходить эти подписи ставить. Ничего этого нет и в нынешнем действующем режиме невозможно. Вот этим партиям, которым не надо собирать подписи, им и не надо содержать штабы. У них ничего нет, но им это и не нужно. Они допущены на выборы, без всяких на то оснований нет у них никакой инфраструктуры. У нас есть инфраструктура поддержки по регионам. Но реализовать её в виде действующих организаций мы не можем. Мы не можем, потому что находимся под постоянным давлением репрессий. Мы считаемся террористами. Понимаете, любой из нас может быть арестован в любой момент. Потому что мы спонсируем террористов. Каким образом? Например, сажают в тюрьму Кирилла Барбаша или Юрия Якишева. И мы пытаемся помочь им, собирая средства. Вот Елена Рохлина занимается. Собирая средства для поддержки их семей. Или для того, чтобы они сами находясь в заключении, ещё обвинённые, но не осуждённые. Могли хоть что-то купить для себя, находясь в заключении. Есть там такие возможности. На счёт можно перечислять деньги. Это тоже всё подконтрольно. И мы оказываемся террористами. То есть спонсорами террористов. Перечислилили там несколько тысяч рублей на пропитание или семье политзаключённого, или самому политзаключённому, находящемуся за решёткой. Мы все становимся террористами и рассматриваемся спецслужбами как террористы. Можно спросить, вы в своём уме, господин Бортников? Конечно, он прекрасно понимает, что происходит и почему Бортникову поручено подавление русского национального движения. Он на это согласен. И всё его окружение согласно, и уровень региональный, как мы знаем, возбуждаются дела против выпуска каких-то там книг, которые непонятно где и кто когда выпускал. Это ещё по Владивостовскому делу. Я как-нибудь расскажу, когда итоги суда произойдут, и когда надо будет апелляцию писать. Я тогда этим займусь, тоже об этом расскажу. Заказчик-то на самом деле у них есть, и он определённо сидит в администрации президента. Там вся эта инфраструктура создана для подавления русского движения. А ФСБшники, они исполнители. Ну, такие пристрастные исполнители. Они страстно желают именно этой работы, поэтому они её продолжают и будут продолжать дальше. И будут, как им поручено, будут считать нас террористами, будут возбуждать в уголовных делах совершенно нелепые прокуратура, суд, следствие. Всё это задействовано на одно. По поводу политики на подавление русского национального большинства и выразителей его интересов русского национального движения. Соответственно, это воплощается в посадке за решётку тех людей, о которых мы постоянно говорим. Полковник Владимир Васильевич Ковачков, Юрий Анатольевич Якишев, его сподвижник, сейчас посажен за решётку, Кирилл Владимирович Барабаш. Вот они сидят за решёткой по сфабрикованным фальшивым делам. Мы оказываем им моральную поддержку, материальная поддержка незначительно и несущественно, но тем не менее она есть. И поэтому мы террористы, потому что мы сочувствуем людям честным, неподкупным, которых нынешний режим, нечестный и коррумпированный, сажают в тюрьму. Вернёмся к самосознанию людей, которые говорят, что нет на выборы, вы должны пойти, чтобы мы вас могли поддержать. Да не поддержите вы нас, мы же прекрасно знаем, что вот те люди, которые считают идеи 20 века, ну, в общем-то, правильными, ну, идеи социального прогресса, идеи экономического роста, рынка, всякие идеи социальные, государственные, либеральные, социальные, социалистические, всё эти идеи они считают правильными и надо лишь чуть-чуть подправить, и поэтому они прилепляют к этим идеям ещё мысль о национальной ориентации. Ну, якобы, если чуть-чуть национализма добавить в социализм, получится то, что нужно – национальный социализм. И вот это будет правильная идея, это ложная идея. Если в либерализм добавить немножко национализма, он тоже якобы приобретёт те самые черты, вот, свобода для наций, свобода для русских и так далее, якобы вот это и будет правильно. Ничего правильного не будет. Если национализм всё время портить какими-то вздорными идеями, которые уже доказали свою вздорность, ничего хорошего не будет. Это то же самое, что попытка чуть-чуть подправить идею прогресса, которая вот захватывает весь 20-й век и морочит людям голову. Безбожный мир с идеей прогресса. Вот это то, что укоренилось в мозгах, и мне постоянно пишут. Не, ну надо же что-то делать на этих выборах. Надо. Надо увидеть, что эти выборы полностью фальшивы, и все свои усилия направить на формирование русского движения. Не можете лично участвовать, поддерживаете средствами или какими-то услугами, или хоть чем-нибудь. Ведь у нас даже нет постоянного места, где мы бы могли собирать штаб русского национального фронта. Это всё-таки коалиция. А без штаба работать крайне тяжело. Вот мы общаемся через видеокамеру. Это ненормально. Это ненормально, что во всей стране нет минимальной поддержки русского движения, чтобы русское движение имело свой дом, свой офис, в котором постоянно бы шла работа. Какое-то время у нас был офис у партии Великой России. Мы приглашали всех, и все, кто готов был с нами совместно работать, мы с ними вместе проводили там совещания, принимали активистов, направляли их в деятельность, проводили организационные заседания. Сейчас постоянного места у нас, к сожалению, нет. Почему? Ну, потому что вот спонсоры разбежались, или растворились, или были репрессированы. Сейчас вообще никаких спонсоров. Вот некоторые люди, я через русские новости приглашаю, они под мою ответственность присылают небольшие суммы. Эти суммы расходуются, ну вот, например, на русскую национальную конференцию, чтобы мы могли оплатить услуги зала, там, с видеотранслятором, чтобы там можно было какие-то картинки показывать. Вот все, на что у нас хватает средств. Я не говорю о том, что мы по-хорошему, если мы должны создать инфраструктуру для участия в выборах, должны иметь средства на то, чтобы иметь освобожденных работников. Ну, хотя бы там в трех-четырех десятках регионов должны быть штабы с освобожденными работниками. Тогда имеет смысл хоть что-то, хоть как-то предпринимать какие-то усилия, или хотя бы посмотреть, вот репрессируют всех этих людей или нет. Это риск, конечно, для них самих, это выбор каждого человека. Но без этих средств, конечно, никаких выборов быть не может. И здесь мы видим какой-то альянс равнодушия граждан к русскому движению и ныне действующего репрессивного по отношению ко всем русским режима. То есть русские как-то смиряются с тем, что этот режим существует, а русское движение – это не то, что требует поддержки и что вызывает доверие. Многие из тех, кто выступали на русской национальной конференции, работают как русские политики уже не один десяток лет, и они все еще не заслужили доверия к себе. Или, как говорят, да, о них никто ничего не знает. Ну так это вина не их, что о них не знают. То, что их не пускают на телевидение, то, что вы их не замечаете, так это же вина ныне действующего режима, и вас, кто вот это невнимание и нелюбопытство проявляет. В этом ущерб. Я считаю, что на русской национальной конференции собрались как раз люди, которые достойны того, чтобы быть включены в русский список. Этот русский список, я надеюсь, мы сформируем и объявим как альтернативу всем партийным спискам, которые будут представлены на выборах. И приглашаем тех, кто не будет участвовать в этих выборах, предложить нам кандидатуры на включение русский список, русский список, и мы этот список обязательно опубликуем. Это тоже, конечно, риск для тех людей, кого мы туда включим, и они должны сознательно на это пойти. Но, тем не менее, без этого риска сейчас невозможно. Риск беззакония сейчас распространен на любого гражданина Российской Федерации. Если у вас что-то есть, то всегда найдется тот, кто захочет у вас это отнять. А для того, чтобы отнять, он задействует вот эту подлую систему, в которой мы живем. Более подлой, наверное, в России не было никогда. В отношении отдельных лиц, наверное, были еще более жестокие репрессии в период сталинизма. Тогда русских людей тоже истребляли чрезвычайно интенсивно. Сейчас истребляют русскую душу. Они как-то поняли, что главное истреблять не физически, хотя это тоже, видимо, они считают полезным, поэтому у нас демография в таком кризисе. Они истребляют душу, и успехи у них довольно большие. Люди, прильнувшие к телевизору, как правило, становятся русофобами. Правда, вот здесь что-то возникло, и я об этом хотел упомянуть в русских новостях. Случайно я включил канал «Россия-24» и просмотрел по нему, к сожалению, не с самого начала, замечательный фильм о генерале Петре Врангеле. И также там несколько раз упоминался философ Иван Ильинк. И он был с ним знаком, может быть, если не дружен, то в близких, приятельских отношениях. Фильм абсолютно белогвардейский, абсолютно русский. И заканчивается он совершенно удивительно, когда показывают большое число фотографий русских офицеров времен Первой мировой войны, русских белогвардейских офицеров. При этом фильм заканчивается словами «Это тоже бессмертный полк». Вы знаете, что бессмертный полк – это шествие, организованное Кремлем. Люди с портретами своих или чужих участников войны. И это уже известно, что там фальсификат такой, что детей заставляли идти и нести плакаты с портретами не их предков. Ну, а просто для массовки. Ну, нужно же отчитаться перед начальством. Поэтому вот массовку создавали вот таким массовой печатью фотографий участников войны, но не тех, которые каждый гражданин или ребенок знает как своих предков. Так вот, если это тоже бессмертный полк, то я делаю вот такой. «Россия-24» – это абсолютно прокремлевский канал. Там не может быть ни одного репортажа, ни одной передачи, не согласованной вот с этим центром манипулирования общественным сознанием, который существует в администрации президента. Или в каких-то закулисных центрах, я обобщенно говорю, в администрации президента, потому что есть еще олигархические структуры, которые никогда не объявят о том, что они есть, что они являются центром решений. Но то, что они есть, сомнений у меня лично нет, если кто все еще сомневается. Ну, и чудак же он. И поэтому я рассматриваю этот фильм как некую тенденцию, я уже о ней говорил. Видимо, все идеи заплеваны, надо заплевать и эту идею. То есть идея монархизма, восстановление, возвращение России на свой исторический путь очень тревожит кремлян. Существование монархического движения – это тоже какая-то альтернатива. Против нее тоже надо создать какую-то параллельную структуру. Они всегда этим занимаются, создают эти параллельные структуры. Вот они, я думаю, что займутся этим. То есть они станут монархистами еще более, чем все монархисты, которые в течение 20 лет ругались, сходились, расходились. Ну, как такового монархического движения нет. Я бы хотел, кстати, как-то тоже призвать монархистов к тому, чтобы они выразили свою готовность к созданию монархического движения. С учетом одного фактора. Тоже это фактор спецслужб. Я обнаружил, когда пытался собрать людей для проведения монархической конференции, что в социальной сети ВКонтакте подавляющее большинство монархических групп возглавляется людьми абсолютно враждебными русскому движению и самой идее монархии. Потому что под монархией понимается правление Владимира Путина или подобных ему лиц. То есть монархия считается таким режимом, когда наличествует один центр принятия решений. То есть авторитаризм. Есть авторитарная личность, и вот она управляет. Якобы это монархия. С исторической монархией это не связано никак. Таких монархий в истории просто не знает. Это диктатура. То, что называется диктатура, на самом деле это тирания. По политологическим терминам самое правильное это тирания. Вот то, что у нас в Российской Федерации, эти люди считают монархией, а классика политология считает тиранией. Наличие большого числа вот этих фиктивных монархических групп говорит о том, что действительно есть стратегия такая заплевать и эту идею. Когда мы отфильтровали всех этих людей, оказалось, что монархический групп, которые действительно стремятся к возрождению монархии в России, можно сказать, раз-два и обчелся. Поэтому я предлагаю людям с монархическим мировоззрением, понимающим, что такое монархия, вообще понимающим, что такое монархия. Подавляющее большинство, вот с кем бы я ни разговаривал там в сети, не понимают, что такое монархия. Они считают, монархия это вот один человек, а вдруг он ошибается, а вдруг его наследник, потому что наследник это естественно тот, кто станет следующим царем, вообще являясь душевно больным. Вот тогда мы получим душевно больного царя. И как же это, понимаете, вот этот бред, бред людей вообще абсолютно некомпетентных и безграмотных, не должен нас останавливать. Я лично с такими разговаривать не хочу, вообще ни на одну тему. Если человек считает, что монархия это безумный царь власти, тогда до свидания. У меня просто нет ни вопросов, ни ответов ни на одну тему. И с такими людьми я расстаюсь раз и навсегда, дай бог им здоровья и выздоровления. Пусть идут своим путем. А к монархистам, те, кто понимает, что такое была Российская империя, что такое русская история, роль государя в русской истории, тех я предлагаю объединиться в русское монархическое движение и сформировать такую альтернативу тому, что уже заготовили в Кремле. Они ведь будут создавать такую структуру пропутинскую, обслуживающую идею олигархии. И у нас должна быть какая-то альтернатива? Должна быть. Я вот считаю, что соединение русского национализма с монархизмом дело обязательное. Настоящий монархист всегда русский националист, настоящий националист всегда русский монархист, но в том или ином виде или хотя бы подходящий к этой идее, способный воспринимать, способный выслушивать ее, понимающий, что монархизм национально ориентированный, а другого я просто не понимаю и не приемлю, является частью русского движения. Вот такая ситуация идеологическая, поэтому русским монархистам надо объединяться, это один еще из выводов. Я бы хотел вернуться к русской конференции и снова напомнить, что будет русский список, и я считаю так, кто не пойдет на выборы, тот будет поддерживать русский список. Мы еще поставим какую-нибудь голосовалку, чтобы, по крайней мере, верхушку этого русского списка как-то предложить для того, чтобы она была оценена позитивно, негативно, вот как оценивает каждый гражданин из тех, кто готов этот русский список рассматривать, те или иные кандидатуры. Может быть, какие-то кандидатуры там вызывают резкое отторжение и резкое неприятие. Ну, может быть, тогда мы послушаемся, а может быть и нет, потому что люди полны всяких иллюзий и заблуждений, они могут совершенно неверно оценивать человека, которого они абсолютно не знают. Ну, судить готовы всегда. Судить – это самое лучшее, особенно клеймить. Особенно клеймить тех, кто не в чести у ныне действующей власти. Ну, это любимое дело. Понятно, что падающего толкни, а лежащего пни. Это вот такой обывательский подход, в особенности к русским. У нас получается, что 282-я статья еще распространена в мозгах русских людей, которые начинают заниматься самоуничтожением. Много, в том числе и среди патриотов. Я помню, когда партия Родина существовала, кто ее пинал больше всего? Вы думаете, там, еврейская общественность? Ну, там, да, был такой период в 2006-2007 годах. Но больше всего пинали те, кто считали себя патриотами. Это было настолько отвратительно. Причем все те, кто пинали, они тогда считались оппонентами власти. Теперь они все при власти. Ну, надо отметить, что и из Родины очень много людей пошло на поклон этой власти. Вот тот, кто не пошел, тому больше всего обидно, потому что и пострадали, как бы, от недоверия граждан, и пострадали от власти. Недоверие было связано с тем, что, а, вы там, кремлевский проект и так далее. Ну, вот я никогда не был кремлевским проектом, никогда ни о чем не договаривался. С ныне действующей властью никаких переговоров не собираюсь вести. Меня приглашали на прием к Путину, я не пошел, меня приглашали на совещание к Медведеву. Я попросил больше меня не беспокоить такими неприличными предложениями. Это все было накануне выборов. Это в 2008 году были выборы президента, и тогда вот по Медведеву было. В 2011 году готовились к выборам президента Путина. Я не случайно так сказал, потому что не кандидат в президент, а уже заведомый президент готовился к выборам. И я от этого всегда отказывался, потому что знаю, что это клеймо на всю оставшуюся жизнь. Если ты руку пожал к подобному подонку, то что поделать? Тогда про тебя так и будут думать, и в этом будет какая-то справедливость. Вот сейчас я тоже не хочу со всякими подонками иметь дело, хотя даже эти люди объявляют, что они что-то там организуют, консолидируют, объединят. Да я не знаю у вас, кто вы такие, кто вы такие. Знаю, что вот некоторых отдельных людей, знаю просто как уличную шпану, которая находится на содержании у спецслужб, которая связана с криминалом. Зачем мне с ними иметь дело, или зачем нашему русскому национальному фронту включать в свои ряды, или включаться, они же, в общем, к нам и не приходят, и они не хотят быть в русской коалиции. Они хотят устроить очередной карнавал. И этот карнавал, они зачтут себе за главную заслугу вообще и будут считать себя русскими лидерами. Да какие вы лидеры, вы просто пасквилянты, люди, от которых исходит всякая пакость. Одни могут быть образованные, другие тупые, как пробки. Разницы между ними нет. Они все являются на самом деле врагами русского отечества, русского движения и русского народа. Нам с ними абсолютно не по пути, а им по пути с теми, с кем они и бывали раньше, им по пути с либерастами, с белоленточниками. Пусть идут туда и там находят для своего так называемого русского марша деньги. Пусть оплачивают этих футбольных фанатов, которые изрисованные свастиками бродят. Нам в этом участвовать совершенно не нужно. Пусть они идут к тем проукраинским силам, для которых Порошенко – это свет в окошке, смертоубийство на Донбассе – это дело естественное и правильное, уничтожение русских людей. Это все верно, это все вата и совки. Зачем нам с этими людьми иметь хоть какой-то даже диалог? Мне было бы противно даже с ними встречаться, разговаривать. Мы в их мероприятиях никогда не участвовали и не будем участвовать. Они на наше, конечно, нашествие, мы нашествие никого не гоним. Но, слава богу, у нас как-то обходилось без провокаторов. Но если провокаторы придут, мы знаем, откуда они придут. Вот от этих, от этих нанятых, национал-торгашей, национал-предателей. Фамилии вам надо перечислять. Ну, нужно будет, я перечислю. Те люди, о которых я говорю, они знают, кого я так называл. Многие знают и из тех, кто следил за событиями, начиная с 2012 года, о ком я говорю. Сейчас этот круг может расшириться, там дополнительные новые какие-то фигуры появятся. Нам надо объединяться с русскими людьми, с носителями русского интеллекта, русской идеологии, русского мировоззрения. А с этими людьми, с носителями криминального, торгашеского, предательского мировоззрения, нам объединяться не надо. Это люди, которые только позорить могут русское движение, его разлагать изнутри. Они специально для этого к нам присланы. Поэтому с ними не надо иметь дело. От них надо держаться в стороне. Даже если их хорошо спонсируют, и они могут нагнать массовку, оплатив там вот этих футбольных фанатов, или что-то там понаобещав кому-то, не ходите на акции вот этой шпаны. Это не русские. Это не Русь. Ну, вы посмотрите на их риторику, на их физиономию, их как будто богом данную картавость. Все вам будет понятно. А вот русский национальный фронт – это структура, которая действует постоянно. Не от случая к случаю, не на деньги каких-то там закулисных спонсоров. Эта структура действует постоянно. Хотя и нам очень тяжело. Видите, из наших рядов выбили две, можно сказать, важнейшие фигуры. Они сидят в тюрьме. Причем, видимо, будут там сидеть долго, потому что Кирилл Барабаш уже почти год сидит. Юрий Екишев обвинен, я почитал его дело, это бред собачий, я об этом еще отдельную передачу сделаю. Причем у Кирилла Барабаша заменили одну статью другой. То есть ее арестовали по одному обвинению, а сидит он теперь уже по-другому. И против него тоже 282 придумали. Хотя изначально пытались его тоже придумать, какую-то его деятельность, ранее запрещенной организацией армии воли народа. Вот такая ситуация. А вот в нашей практике, в практике Русского национального фронта, вырабатываются или отсеиваются те люди, которые, или отбираются те люди, которые способны к политическому действию, к постоянной активности. Способны выражать свои мысли, способны выступать с докладами, способны действовать сообща вместе. Это самое главное. И я могу сказать, что вот очень удачный тест у нас получился на этой конференции. Люди получили задания, они эти задания выполнили. И эти задания были как раз общим делом. Демонстрации способности к этому делу, демонстрации интеллекта, демонстрации способности к политической риторике, к выводам. Никто ничего ведь не навязывал. И я считаю, что вот эти люди, это и есть то звено, которое может стать частью той длинной цепи, которая распространится по всей стране. Пусть вот из этого зародыша, вот эта сеть контактов и будет формироваться. Она уже есть, но она слишком слабая, слишком пунктирная. И даже без каких-то денег мы должны вот начать вот это общее дело. Ну, многие в это дело уже вовлечены, так или иначе, некоторые вовлечены просто как одиночки. Хотелось бы, чтобы все эти одиночки начали действовать сообща заодно. В том числе и участвовали в наших конференциях, выступали там. Мы готовы принимать новых людей, готовы. Важно, чтобы эти люди только выразили это желание работать вместе. Если в регионах кто-то хочет Русский национальный фронт представлять и поднимать флаг его, проводить такие же конференции, собирать людей. Мы всегда к этому готовы. Мы даже создали в сети ВКонтакте РНФ Вологда или РНФ Волгоград или РНФ Владивосток или там еще как-то РНФ Приморский край. Вот такие группы есть, и вы всегда можете их найти, хотя бы в них включиться, хотя бы чего-то там начать публиковать. Если вы хотите стать админом и, скажем, делать постоянные репосты с федеральной группой или те репосты, которые вы считаете правильными, вы всегда можете с нами связаться, со мной, пожалуйста, свяжитесь. Мы сделаем вас админами, вы сделаете эту группу, начнете хотя бы в сети формировать вот эту сеть контактов, которая необходима для РНФ вопреки ныне действующей власти, вопреки нынешним репрессиям. Конечно, не надо делать глупости. Эти глупости очень часто калечат и очень умных людей, которые просто хотят выразиться более эмоционально, более откровенно, но сейчас за это сажают в тюрьму. Поэтому осторожнее, аккуратнее, не надо быть слишком эмоциональными, не надо проговаривать всю правду во всей ее полноте и обнаженности, потому что как только вы правду обнажаете до самого конца, вы становитесь преступником по уголовному кодексу. Или вас объявляют. Вы не становитесь, конечно, преступником. Вас объявляют преступником. Не делайте этих ошибок и смотрите за ситуацией. Пройдет изменение какое-то, мы будем говорить откровение. Будем говорить более прямо, хотя и сейчас, ну, куда уж откровение мы говорим. Мы просто не произносим некоторые слова, которые являются такими факторами. Есть, они даже так придумали, тоталитарное сознание, или там, вот как выявить скрытых нацистов и фашистов. Вот они употребляют некоторые слова. Что-то они там употребили, все, это клеймо, и надо искать, надо пристрастно рассматривать все, что человек говорит, пишет, какие картинки публикует, и искать повод. Ну, вот у Юрия Якишева вообще никакого повода не было, ноль поводов. Ну, все равно, человек сидит в тюрьме. Поэтому они еще смотрят и по роду деятельности. Это человек, ну, вот, как его сломать. Вот так нельзя, так нельзя. Ну, значит, мы вот, значит, единственный метод сломать, это посадить за решетку. Хотел бы сказать, что настоящий русский национализм, он отличается именно русской мыслью. Именно тем, что люди, его выражающие, являются носителями русской мысли. И этим русский национализм отличается от подделок. Подделки не являются носителями русской мысли. Они являются носителями русофобии, которая прикрывается русскими национальными интересами. Ну, например, националистом себя считает тот, кто ненавидит имперскую Россию. Ну, все, это, как бы, это стопроцентная подделка. Это русофобия, а не русский национализм. Национализм считается, там, белый расизм. Ну, извините меня, причем здесь белый расизм. Среди лиц, принадлежащих одной и той же расовой группе, бывают, ну, такие враги, что дальше ехать некуда. Да, мы знаем, что у нас все основные войны велись с Европой, и там расово идентичные нам люди живут. И вот этот расизм, который предлагает вообще стереть все границы и выступать. Вот, да, солидарность, давайте мы будем солидарны с каким-нибудь там батальоном АЗОВ, этими, нанятой Порошенко группой террористов. Вот потому что, якобы, это белый расизм. Они белые расисты. Да они просто уголовники, просто уголовники, которых надо на фонарях вешать. Вот, в принципе, борьба с уголовной преступностью начинается с этого, с полной беспощадности. Вот так же и мы должны с полной беспощадностью оценивать этих живодеров, по-настоящему живодеров. Вот, никаких альянсов у нас с ними быть не может. Вот, да, есть какое-то представление о родстве, о русском расовом типе и так далее. Но это высокие материи для дискуссий интеллектуалов, осведомленных в этой теме. А подавляющее большинство тех, кто использует соответствующую терминологию и считает, что вот мы выше государства, мы выше даже русской идеи. Вот русские непонятно что, а вот белые люди, белый северный европеоид, это вот что-то нечто такое, где мы должны искать солидарность. Ну, это болтологи такие, которые не прочли ни одной книжки, ничего вообще не понимают в этой науке или в этой риторике, ничего не понимают. Ну, пытаются судить. Это тоже фальсификат русской идеи, русского мировоззрения. Это не русское, это не русское. Вот, и эти имитации либо лишены мысли, либо это мысли абсолютно произвольные, безграмотные. Давайте сторониться этих так называемых мыслей. Это не мысли, а домыслы. И главное, что они бесплодны. У них нет организующего начала, у них нет стремления формировать какую-то коалиционную структуру, преодолевать разногласия, преодолевать идеологические заблуждения. В общем-то, в общем деле в Русском национальном фронте мы по-разному ориентированы во многих важнейших вопросах. Но, тем не менее, в общем деле мы находим общее. И поэтому мы учимся друг друга уважать и сдерживать свои эмоции по поводу ошибок или взаимного неприятия каких-то идеологических комплексов. Вот это все снимает. А пока мы находимся на уровне слов, между нами беспрерывно будут конфликты. И мы не будем отличать главного от второстепенного. Второстепенное нас разделяет, а главное нас объединяет. А главное – это дело. Главное – это русское дело, формирование русского движения во всей его полноте. И когда эта полнота будет достигнута, будет достигнута и русская национальная власть. В этом надо участвовать. А в этих фиктивных организациях, где перепалки всякие, где всякие глупости выдумывают о русской истории, дохристианской, какой-то подспудно существующей истории, это все на уровне НЛО. НЛО, телекинез, вот это вот. Это для маргиналов, таких маргиналов среди маргиналов. Мы тоже маргиналы, но мы политические маргиналы, потому что основополагающее направление сегодняшнего режима – это уничтожение нашей страны. Мы не можем быть в русле этого течения. Поэтому мы на стороне, мы на берегу. А они владеют собственностью и властью. Мы должны эту собственность и властью у них изъять, отнять и использовать ее в интересах русского народа. Спасти от ныне действующего режима нашу страну и наш народ. Если просто заниматься болтологией, то это не просто на берегу, это где-то даже не в скиту. Это просто вне времени и пространства. Люди самоутверждаются, вот такой психоз есть. Они хотят самоутверждаться в своей оригинальности. Где-то подхваченная пара фраз, даже не придуманная самим, а где-то услышанная, и потом источник забыт. И потом человек считает, что он некое знание излагает, рассказывает, так вот бурно его интерпретирует. Это все ложное. Все это ложное. Добавлю еще несколько новостей с текущей жизни, которые появляются на лентах информационных агентств. Русское население Черкасска более всех в стране подвергается дискриминации. Как оказалось впервые, оказалось в России, где-то, кое-где у нас порой, есть дискриминация русских в Черкасске. К такому выводу пришли специалисты Федерального агентства по делам национальностей. Игорь Баринов, глава этого агентства, объявил, что 9% граждан России чувствуют дискриминацию по национальному признаку. А в Черкасске, в Карачаево-Черкесской республике, цифра гораздо выше. Данные основаны на закрытом исследовании какого-то там фонда очередного общественного мнения, которые провели специалисты по заказу этого Федерального агентства. По данным экспертов, опять у нас эксперты оказываются самые главные, что за эксперты, непонятные, безымянные, их методики, никто ничего не знает, как всегда. Но всегда удобно сослаться властителям на экспертов. Вот Путин все время, вот эксперты говорят, или эксперты пришли к выводу, чтобы самому ответственности нести, самому не принимать решения. Якобы вот есть какая-то основа для моих решений, не мои собственные выводы, не мой собственный интеллект, а там эксперты какие-то. Вот мне выгодно, я таких экспертов себе и нанял. Ну вот здесь не знаю, с какой целью наняты были эти эксперты. Видимо, хотят тоже какой-то процесс запустить. Я уверен, что с разными злобными намерениями в адрес русских. Вот по данным экспертов, самая напряженная ситуация в Карачаево-Черкесии и Туве. Здесь на дискриминацию по национальному признаку жалуются до 26% жителей. То есть получается, что четверть населения Карачаево-Черкесской республики жалуются на притеснение. По данным исследователей, именно столько в республике проживает русских. То есть они не фиксировали, русский или не русский притеснением этим подвергается. То есть реальных исследований, насколько русские притесняются. Насколько русские притесняются, например, в Москве. Я думаю, притесняются на все 100%. То есть те, кто являются русскими или каким-то образом выражает свою русскость, те и притесняются. То есть русские дискриминированы на 100% во всей Российской Федерации. Ну вот здесь якобы 26% выражают ощущение дискриминации на себе. И это совпадает с числом русских, проживающих в Карачаево-Черкесской республике. Игорь Баринов пообещал защитить русских в республике, утверждая, что обладают необходимыми для этого полномочиями. И за это на него тут же набросились многонационалы. Может специально это сделали. Там какая-то Карачаево-Черкесия, сколько там русских живет. Ну вроде как пустячок. Да мы пустячками тут занимаемся. Нет, вы никакими полномочиями не обладаете. И вообще это означать будет дискриминацию других народов. То есть защита интересов русских это дискриминация других народов. У них это всегда так. Поэтому мы как раз участники русского движения не замечаем, что в каких-то других национальностях есть солидарность с русским большинством. Мы ее не видим. Может быть там она и есть, но она не выражена в том, что поддерживаются какие-то русские инициативы. Что с русским движением кто-то собирается вести диалог. Да не собираются. Ну если вот пара подонков поехала на поклон к Рамзану Кадырову, это невозможно считать соучастием в русском национальном движении и сочувствием к русским людям. Это попытка оседлать или попытка унизить, попытка дискредитировать русское движение. И конечно эти вот подонки русского движения, я их вот так еще грубее назову, чем национал-торгашами и национал-предателями, конечно соучаствовали в этой дискредитации и фактически поддержали эту самую дискриминацию, которая распространена на всю страну. Вот и с этими людьми даже за руку здороваться стыдно, не то что какие-то союзы с ними вступать. Это вот нам говорят объединяемся, объединяемся. С кем объединяться? Объединяться с подонками нельзя. Объединяться с пошляками, которые пишут русофобские стишки, тоже нельзя. Якобы они лидеры русского движения. Кто их в эти лидеры определил? Они сами себя определили и теперь нам предлагают, давайте объединяться. Да ничего нам видеть. Если бы я знал, что все, что эти люди вот такими пакостями будут заниматься или такие пакости делали, но скрытно и мне они были неизвестны, я бы тут же развернулся от них и больше никогда с ними никаких дел и даже разговоров бы не имел. Вот а нам говорят, не, ну давайте объединяться. Ну достаточно одного фактора, одного факта для того, чтобы никогда с этими людьми не объединяться. Вот поездка к Кадырову, это все, это перекрывает какие-либо возможности диалога с участниками этой поездки. Поймите это, русское движение, запачканное подобными личностями, подобными событиями, не имеет права на жизнь. Только чистая русская идея, только чистый русский национализм, без социализмов, без либерализмов. Нам не нужны заимствования из чужих идеологических корзинок. У них там свое, у нас свое. Мы абсолютно разные. Мы разные по целям и задачам. Мы не превращаем русское движение в свой мелкий частный гешефт. И мы не сотрудничаем с русофобами. Никогда не будем этим заниматься. Они готовы на это, как они любят говорить. Ну мы хоть на полезное дело, мы хоть с чертом будем заключать какие-то соглашения и будем сотрудничать. Ну так вы с чертями оставайтесь. А мы не собираемся торговать русским движением и объявлять товарным знаком слово Родина или слова Русский марш. Мы не собираемся этого делать. И с такими людьми мы никаким образом объединяться не можем. Ни малейших у нас контактов не может быть, ни малейшего взаимопонимания. Потому что они уже перешли черту. Если кто-то не понял, что они перешли черту, то это их проблемы. Мы-то это понимаем. И поэтому не имеем с ними дела и не собираемся иметь. Я немножко отвлекся снова на состояние русского движения. И вернусь еще к одному вопросу. Кризис власти происходит. Чем отвечают на общий кризис и власти, и экономики. Та группировка, которая сейчас находится у рычагов управления. Ну например, требованием немедленно поднять пенсионный возраст. Причем они нам имитируют такой спор. Одни говорят, надо поднять. Другие говорят, невозможно, мы этого не будем делать. Путин говорит, нет, не будем. Мы там, отдельная категория управленцев говорит, мы этого не можем делать, потому что это наступление на права граждан не будем. А другие говорят, немедленно нужно все, у нас финансовая катастрофа, у нас все. Мы немедленно должны поднять пенсионный возраст. Спрашивают, зачем поднять пенсионный возраст? Ну как надо сделать безработными еще несколько миллионов людей и избавиться от бюджетных затрат. Ребята, возьмите деньги у своего варья, вот просто экспорприруйте и хватит всем. Одну корпорацию взяли, национализировали, а все активы ее хозяев тоже национализировали, обратили в доход государства. Все, у вас хватит на всех. Вы прекратите воровать, тогда у вас на все хватит. Но они не хотят. Они говорят, нет, мы хотим воровать настолько, чтобы у нас был всегда уже привычный нам доход. А если кризис, ну тогда давайте пенсионный возраст поднимем или избавимся от каких-то платежей. Вот они этим отвечают. Повышение тарифов жилищно-коммунального хозяйства – это тоже ответ на кризис. Им по-прежнему не хватает. У нас жилищные конторы, они же безубыточные. Они вроде как частные, теперь они все стали частными. Или государственно-бюджетными учреждениями, но все равно они должны работать в прибыль. И эту прибыль они, мы видим, как расходуют, какие шикарные стали помещения у жилищных контор. И они продолжают нанимать гастарбайтеров вместо русских людей в работники, якобы русский плохой работник. Ну это ленинская формулировка – русский плохой работник. Лучший работник в мире, я думаю. Если только оплата справедливая, если работа не подлая. И эти люди продолжают повышать нам тарифы, потому что у них кризис, за этот кризис должны расплатиться мы. И репрессиями любая группа начальников Держиморд – это социальная группа теперь. Поэтому репрессии в отношении тех, кто критикует эту группу, вполне может быть. И тут же вот эту критику запрещает уголовный закон 282-я статья. Вы понимаете, полиция, которая совершает преступления, или чиновники, которые совершают преступления, нарушают Конституцию, нарушают другие законы. Их критиковать нельзя, потому что они оказываются социальная группа. Так суды решили. И нанятые эксперты – это тоже мерзость совершенная, когда эксперты. Поэтому эти фамилии этих людей мы знаем по конкретным уголовным делам. Я думаю, что они должны сидеть за решеткой. Все эти эксперты, эти судьи, эти следователи, которые разыгрывают компанию социальная группа, чиновники – это социальная группа. Все они должны сидеть в тюрьме за совершенные должностные преступления, которые привели к тяжелым, тяжким результатам. Заключения людей к подстражу, к уголовным делам, к приговорам и так далее. Все эти фамилии есть. И они вот в русских новостях, я их оглашаю. И оглашу еще, мы должны вести свой список участников русофобской деятельности, в том числе и на низовом уровне. Потому что подлые дела верхов воплощаются в деяниях их подчиненных. Эти деяния не становятся менее преступными, если они освещены преступлениями более высокого начальства. Те преступники и эти. Каждый должен получить по заслугам. В условиях кризиса власти Министерство внутренних дел подготовило проект федерального закона о наделении сотрудников войск Национальной гвардии Российской Федерации, Росгвардии, вот этих эскадронов смерти, которые придумал Путин для русского народа, против кого они еще направлены, полномочиями при необходимости помогать судебным приставам выселять должников из помещений и приостанавливать деятельность предпринимателей и компаний. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов. Кроме того, сотрудники Росгвардии смогут привлекаться для осуществления административного приостановления деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также юридических лиц, филиалов, представителей структурных подразделений, производственных участков, а также прекращение эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществление отдельных видов деятельности, работы, оказания услуг. То есть, тотальные такие права на вмешательство в жизнь граждан. Вы думаете, они обороной безопасностью будут заниматься? Нет, они будут заниматься разгромом всего того, что не подчинено их начальству. И это их прямая функция. Вот Министерство внутренних дел просит об этом и уже подготовил законопроект. Ну, а без воли начальства такой законопроект и появиться не мог. Я думаю, что он будет, сразу же будет принят той думой, которую вы, глупые избиратели, пойдете выбирать на эти очередные выборы. Против вас все это направлено. То есть, те люди, которые войдут в Государственную Думу, примут очередной антирусский, антироссийский закон. Хотите этого? Ну, идите на выборы тогда. А ФСО предлагает дать полномочия Федеральная служба охраны, ну, вроде там, структура, которая должна охранять высших государственных должностных лиц. Просит полномочия для решения об изъятии земельных участков для государственных нужд в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения, соответствующие сферы ведения ФСО России. То есть, ну, понадобится вот ваш участок, вдруг понадобится государству или какому-нибудь проходимцу в государственном статусе или без государственного статуса. Но эта земля, на которой вы расположили свой дом или ведете хозяйство, вдруг окажется, приглянется к какому-нибудь из негодяев. Все, Федеральная служба охраны вооруженная придет и займет этот участок. А вы дальше судитесь, там, десятилетиями доказывайте, что вас обобрали, обокрали. Вот, и также будет осуществляться изъятие земель и участков для государственных нужд. Федеральная служба охраны. Вот, поздравляю вас, продолжается расширение полномочий спецслужб, которые будут творить произвол, как я говорю, этой эскадроны смерти для нашей страны. Ну и вот новость об уничтожении науки. К 2019 году из зарплатной ведомости Федерального агентства научных организаций предлагается вычеркнуть 8300 научных сотрудников. Таким предложением выступает Миноборнауки в документах, подготовленных к бюджетному совещанию у главы правительства или вот этого самозванца Дмитрия Медведева. В 2017 году Миноборнауки предлагает уволить из вузов до 500 человек, в том числе из Академии наук и Курчатовского института. К 2019 году из зарплатной ведомости могут быть вычеркнут 1500 сотрудников Курчатовского института, то есть ведущего ядерного центра. Правда, Минобор тут же опроверг эту информацию, наоборот, зарплаты растут, штатный состав именно научной части сотрудников Миноборнауки расширяется. Но шило в мешке не утаишь, документ есть, документ не опровергнут. И правительство, и Путин тоже не раз опровергали наличие планов повышения пенсионного возраста, но уже приучили людей к тому, что будет это сделано в ближайшее время. И то, что сокращение науки идет стремительными темпами, вместо науки у нас там Роснано или там Сколково, вот эти воровские структуры, ну это же уже очевидно. Ну сколько можно морочить голову? Мы же видим, что происходит. Мы видим, что те, кто хочет заниматься наукой, должны эмигрировать за рубеж или жить в условиях нищеты, или просто безработица и вам придется заниматься каким-то другим делом. Вот нет работы в качестве ученых, нет работы. Вот якобы в 2014 году штатная численность ученых у нас выросла. Во-первых, это вранье, потому что у нас в научной структуре зачисляют порой просто чиновников, ну вот очередной профессор там с каким-нибудь депутатским званием или с губернаторским статусом. Вранье все это. Глава Федерального агентства науки Михаил Котюков в интервью Российской газете еще в апреле объяснял, что в России есть много небольших научных институтов, при этом во многих из них качество управления научным исследованием вызывает сомнения. Не сомнения, а он кто такой, чтобы такие сомнения высказывать? Просто чиновник. По его словам, более 200 институтов уже решили объединиться в единые научные центры. Но никто ничего не решал. За них решили фактически для сокращения и управленческих кадров, для сокращения, вообще для сокращения науки этой предпринимательности. Давайте укрупнять. Укрупнять с целью уничтожения. Вот так же, как со школами. Школы сливают с детскими садами, с учреждениями внешкольного образования, дополнительного образования. Все сливают вместе. И что получается? Получается гадость. Просто сокращение бюджетных расходов, для того, чтобы меньше тратиться на все это, что считается чиновниками ненужным. Наука, образование, культура, все это не нужно. Для них это не нужно. Нужно для того, чтобы нация существовала, для формирования нации. Но для чиновников, которые все монетизировали, это не нужно. Главное, это доходы в карман коррумпированной группировки, стоящей у рычагов управления. Однако подписавшие письмо в ответ на это безобразие, члены Российской Академии Наук, назвали это разрушительной кампанией по бессмысленной реструктуризации. Они просят президента, к кому им еще обращаться, подчинить федеральное агентство Российской Академии Наук. Но реформа-то была именно с целью отнять у Российской Академии Наук всю собственность. Они отняли, и теперь академики, ну вы там сидите в своих кабинетах и думайте, а мы будем управлять вашей собственностью и объяснять бюджетные траты, которые мы будем направлять в свои собственные карманы. А зачем нам Российская Академия Наук действующая? Пусть на фасаде он висит, висят эти буковки, висит вывеска, что это институты Академии Наук. А доходы от их деятельности будут получать чиновники. Да, и кто такой вот этот Котюков, который сказал, что ну вот есть у нас сомнения какие-то, мы будем слияниями заниматься. Он родился в 1976 году в Красноярске, то есть такой, я бы не сказал, что молодой специалист, но специалист в чем? В 1999 году он окончил Красноярский государственный университет по специальности финансы и кредит. И дальше шел по финансовой линии, какое отношение он к науке имеет? Ну ровным счетом никакого. С 1997 года, то есть еще не завершив свое образование, работал в Главном финансовом управлении администрации Красноярского края, экономистом, затем начальником отдела. Ну вы много видите студентов, которые работают в администрации, да еще на руководящих должностях. Ну явно человека готовили к деструктивной деятельности. В 2001 году он уже начальник финансового отдела Красноярск Агропромдорстрой. Крупная корпорация. В следующем году главный специалист, начальник отдела инвестиционных ресурсов и экологии администрации Красноярска. В следующем году, 2003, в администрации Красноярского края, заместитель начальника главного финансового управления, затем первый заместитель главы департамента финансов. В марте и июле 2007 года он проректор по экономике и финансов Сибирского федерального университета. И потом в 2007 году назначат заместителем губернатора Александра Хлопонина. Хлопонинский кадр. Они выращивают таких вот молодых негодяев со студенческой скамьи, предоставляя им возможности крупно финансироваться и в дальнейшем расплачиваться за эту поддержку. И вот он в 2007 году, этот Катюков стал главой департамента финансов Красноярского края. В 2008 году министром финансов, краевым из декабря того же года, одновременно заместитель председателя правительства Красноярского края. В апреле 2010 года возглавил департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы науки Минфина Российской Федерации. И в 2012 году назначен заместителем министра финансов. То есть никакой научной деятельности этот человек не занимался. Исключительно и только финансовой. И вот его в 2013 году назначают руководителем Федерального агентства научных организаций, созданного в рамках реформы Российской Академии наук. То есть вместо Академии наук приглашают этого финансиста, выдвиженца Хлопонина. И он начинает калечить все, что связано с российской наукой. Котяков является также членом наблюдательного совета государственной компании «Олимпстрой». То есть его финансовые способности направлены на то, чтобы обеспечивать тот процесс, который прошел на Олимпиаде в Сочи. Присвоение колоссальных бюджетных средств частными так называемыми инвесторами. Иными словами, это специалист по воровству. Котяков также член экспертной группы реформы пенсионной системы «Стратегии-2020». То есть это такой ультралиберал, который хочет лишить пенсионеров их пенсии. Тех, кто приходит в пенсионный возраст, они не должны получать пенсии. Вот убежденность этих людей. Это финансист, который должен лишить пенсионеров их пенсии и должен ликвидировать в России всякие признаки науки. Такие ликвидаторы поставлены на руководящие посты уже давно. Мы сталкиваемся с тем, что таких людей назначают на места тех, кто сохранял хотя бы какие-то признаки профессионализма и какие-то признаки совести. Нельзя сказать, что те, кто был до них на соответствующих постах, это люди были с чистой совестью и благими намерениями. И как раз накануне выборов Путин, видимо, сделал зачистку вот таких минимально нелояльных или сомневающихся в его гениальности людей. И вот у нас 15 кадровых перестановок. Об этом сейчас все знают, там судят, доредят. Ну, уже другие вопросы, там Олимпиада. Давайте смотреть на Олимпиаду. Вот каждой медали мы будем радоваться, как будто с нами случилось что-то такое необычно великое. Ну, необычно постыдное с нами случается, в том числе и с этими допинговыми скандалами. Позорище невозможно. И пара Олимпийцев сделали заложниками допинга. Это государственная программа. Кто сейчас сомневается, потому что это государственная программа. В других государствах тоже это есть. Но там состязания фармакологов. Там хотя бы эти деньги поступают на развитие науки. Там что-то такое выдумывают, такие виды допинга, которые не запрещены. А у нас эта государственная программа просто цинична. И с таким цинизмом сейчас отрицают наличие этой программы. Говорят, у нас есть чистые спортсмены. Ну, ваша деятельность грязная. Поэтому некоторым спортсменам приходится профессионально приобщаться к вашей грязной деятельности. То, что вот пара Олимпийцев заставили быть вот такими грязными спортсменами, это, конечно, дело постыдное. Ну, вот еще 15 кадровых перестановок арестовали губернатора Белых. А он-то думал, что он как либерал как-то там пристроится. Нет, ну, не то, чтобы он какие-то преступления совершал. Для него нашли какое-то преступление, чтобы освободить местечко и чтобы провести вот такую игру в пятнашки. Такая была игра, там, переставление в клеточках таких квадратиков пластиковых с номерками. И вот выстраивание их по определенному порядку. Вот надо было тут освободить, сюда перевезти еще кого-то, там еще сдвинуть на освободившееся место. И вот такую перестановку сделали. Уволили экс-главу федеральной таможенной службы. У него обыски, он ворюга. Да нет сомнений, а кто организует это воровство? Это воровство направлено в интересах узкой группы лиц. Все государственные должности именно таким свойством и обладают. Но некоторых носителей этих должностей, если они уж слишком отвязываются, или им пора на пенсию, они там какое-то своеволие проявляют, их выбрасывают за борт вместе с наделением их статусом уголовных преступников. Поэтому здесь освободили на его место ФСБшника Владимира Булавина, то есть имя Белянинов убран, на его место ФСБшник. Я уверен, что ровно такого же направления мысли человека, думаете, что без страха и упрека, он освобождает должность полпреда в Северо-Западном федеральном округе. На его место из Калининграда губернатор освобождает место, на его место там еще одного ФСБшника ставят, наполняют вот этими преданными псами административную вертикаль. Бывший губернатор Севастополя направляется в полпреды по Сибирскому федеральному округу. Какое он отношение к Сибири имеет? Ну, ровным счетом никакое. Тоже надо освободить место, поэтому его туда, в Севастополь, назначается прежний куратор Крыма, замглавы Минпромторга. Какое отношение он к Крыму имеет? Как торговец, что ли? Никакого. То есть главное все смешать и все перепутать, и главный принцип лояльности. Нет лояльности, нет должности. Отправлен в отставку Ярославский губернатор на его место, замглавы МВД, выходец из ФСО. На должность белых назначают руководителя бывшего главы Росреестра. Ну, там заведомый подлец сидит, я это на своей судьбе знаю, там, изъятие у меня там небольшого клочка земли группой мошенников с использованием услуг Росреестра. Тоже, ну, считаю, все набирают специально подлецов, и потом их по вертикали поднимают. Железный закон бюрократии. Ты должен отказаться от всех профессиональных и моральных сдерживающих факторов, которые не дают тебе совершать гнусности, подлости действия против своей собственной страны. Отказался, тебе карьерный рост открыт. И еще лояльность, суперлояльность к начальству. Разбивай себе лоб в том, что ты вот супер-ультра-путинист. И проявляй ненависть ко всем, кто не согласен с этим фактором. Все, это главное, чем занимается власть. А еще отправлен в отставку посол на Украине Михаил Зурабов. Мавр сделал свое дело, Мавр может удалиться. То есть, ты заведомый негодяй, бывший министр здравоохранения, кто забыл, тоже там реформочки эти проводил для того, чтобы теперь у нас поликлиники были такими самоокупаемыми на хозрасчете. Вы вынимаете деньги из карманов населения, у них там еще, оказывается, что-то осталось. И вот только для них теперь сохраняются вот эти услуги. Кто сказал, что все услуги государственные должны быть бесплатные? Бесплатное здравоохранение – это минимальный набор бесплатных услуг. Все остальное должно быть платным. Они к этому перешли вот с помощью Зурабова на Украине. Ну, что он мог сделать? Он вообще ничего не понимает. Это абсолютный подлец. Он свою подлость ограничил тем, что ни в чем не участвовал, ничего не мог. Так же, как и Черномырдин, естественно. Ну, Черномырдин там интересами «Газпрома» занимался. А этот – чьими интересами? Ну, явно не русскими, не российскими. Сейчас отправили в отставку. Видимо, ну, тоже должность пора освобождать. Его, наверное, назначат тоже на какую-нибудь должность. Ну, разве подлецов у нас оставляют на улице? Нет, конечно. Вот в такой обстановке мы живем. До следующих встреч, до следующих русских новостей. Я надеюсь, что мой призыв в русское национальное движение к участию в обсуждении выборов, к тому, чтобы создавать инфраструктуру русских движений, русского движения, русских организаций в регионах будет услышан. И мы начнем снова, мы призываем к этой консолидации, снова будем призывать. И мы все-таки когда-то должны будем ее начать. Но это консолидация. Не объединение со всякими подонками, которых общественное мнение, якобы существующее, нам подсовывает. Нет, никакого единства с подонками. Пусть они трижды себя объявляют националистами. Мы их таковыми не считаем. Нормальных, вменяемых русских людей, готовых постоять за русскую правду, за русское дело. Но не уголовную, подконтрольную Кремлю и спецслужбам шпану. Этих мы не приглашаем к нам и не собираемся с ними объединяться. Не надо нам присылать предложения с этими объединениями. Объединяйтесь сами, решайте каждый за себя. Каждый должен решить для себя, он в русском движении или нет. Если в русском движении, то он должен об этом объявить. Он должен нести какую-то долю ответственности за русское движение. Заниматься пропагандой русского мировоззрения. Русского, а не каких-то там фантазий по поводу русского движения. Если вы не понимаете, что такое русское движение, возьмите Ивана Ильина, прочитайте книгу «Наши задачи» и поймите, что здесь изложено русское мировоззрение. А если вы будете фантазировать, то вы будете, скорее всего, невольно, а может быть, вольно русофобами и противниками русского движения и русского мировоззрения. Поэтому возьмите некий эталон. Что есть эталон? Эталон больше, конечно, есть много авторов, есть много тех, кто является выразителями русского мировоззрения. Начните с Ивана Ильина «Наши задачи». Без этой книги вы не понимаете, не можете понять, что такое русское мировоззрение. Оно не вырастает у вас в мозгах просто произвольно. Человек получает необходимые знания только в процессе воспитания и обучения. Если вы не обучены, если никогда не учились в этом вопросе, то вы не являетесь носителем русского мировоззрения. Вам надо, это не стыдно, учиться в любом возрасте. Каждый должен учиться. И даже те, кто является или считает себя носителем русского мировоззрения, должен дальше углублять его, развивать его, участвовать в дискуссиях и так далее. Но для многих очень важно было бы, если не развивать русское мировоззрение, то хотя бы быть осведомленным, что это такое. Прочтите Ивана Ильина «Наши задачи». В сети эта книжка есть, в продаже, к сожалению, уже нет, потому что эту книжку нельзя издавать. Вот она как была в 92-м, издана. Ну, еще несколько было изданий с включением каких-то фрагментов. И больше не издают, больше не издают, потому что нельзя, потому что это опасно для ныне действующей власти. И, может быть, это и есть один из критериев русского мировоззрения. Оно опасно. А вот всякая болтология, всякие там безграмотные и безответственные действия людей, которые, может быть, громкие, они могут быть похожи на какой-то героизм, они не опасны. Они не опасны, и поэтому русскохопская власть на них смотрит спокойно. А на нас смотрит с ненавистью. Ну, и мы ей отвечаем тем же. Давайте ненавидеть зло и любить добро. Это самая главная установка русского мировоззрения. И будем действовать совместно. Тогда зло преодолимо. А пока мы разобщены, зло действует на территории нашей страны и уничтожает каждый день наш народ.